Всего пара недель подготовки понадобилось иностранцам, чтобы понять, с какой удалью и задором нужно танцевать сударушку. Русские переплясы, дроби и проходки удаются, а главное нравится им не меньше, чем собственные национальные танцы. Сарафаны и расшитые рубашки добавляют номера в настроение, и вот на сцене добрые молодцы и красные девицы. Мы учили недолго, только две недели, и с нами получилось, и мне очень понравилось, и нам не было трудно. Когда приеду домой, я буду показать родителям, как я танцевал, какие традиции в России есть. Большинство участников программы учатся в Белгороде меньше года. В конкурсе «Домашнее задание» они рассказали, почему выбрали белгородский вуз, не боятся ли суровой русской зимы и с какими чувствами покидали отчий дом. А я буду у доски черпит мелан, из России я вернусь к инженерам. Мне очень нравится вот этот конкурс, потому что мы здесь, я научила много стихий и слушала русские песни. И мы научили тоже, как танцевать по-русски. Очень хорошо, и мне очень нравится здесь. Русская культура немыслима без песни. Свои вокальные данные иностранцы продемонстрировали также охотно. Ни одной фальшивой нотой, грамотной выборы репертуара и сердца прекрасной половины зала покорены. Еще одно испытание выразительно прочитать стихи иностранцам тоже пришлось по душе. В искусстве декламации равных не было Мартину Рубеве. Я тебе в этот день замечательный, свое верное сердце отдам. Я решил читать стихи о любви, именно потому что у нас в России очень красивая девушка. Много очень красивых девушек. На этот раз команда «Дети солнца» справилась с заданиями лучше. Их конкуренты-звезды собираются взять реванш. Почувствовать задор с ударушки и насладиться мелодичностью русских песен они смогут еще не раз. Татьяна Матика, Павел Емелин. К этому часу. Белгород.